На востоке столицы обнаружено несколько подпольных игровых залов. Обнаружено в очередной раз. На первый взгляд спортбар ничего особенного, но свои люди знают. Стоит отправить смс на заветный номер и откроются двери в другую реальность, где игровые автоматы и большой куш, если повезет. Матвей Шестаков о заведениях с двойным дном. Для посетителей этого неприметного заведения вся жизнь игра. На этот раз вместо привычных покера и рулетки кошки-мышки с активистами молодой гвардии. Азарт тот же признается сотрудница заведения. Девушку коллеги забыли по другую сторону баррикад. На улице сильный мороз, но администратор без верхней одежды. Как истинный пленный стойка хранит молчание. После уговоров открыть дверь в ход идет тяжелая артиллерия. И только тогда перед волонтерами открывается вполне типичная картина. В этом спортивном баре на первый взгляд нет ничего необычного. Уютная атмосфера, столы, плазменные панели, напитки на любой вкус. Однако уже за этой дверью посетителей ждет сюрприз. Из обычных зрителей они могут превратиться в участников игры. Правда, не совсем законной. Однорукие бандиты ушли в прошлое. Современные игровые автоматы, компактные и мобильные. Часть из них уже успели спрятать. На других же клиенты, не обращая внимания на проверяющих, продолжают ловить удачу. Хотя сегодня им явно ничего не светит. День, судя по СМС-сообщениям администратора, как-то не задался. Пришел Геннадий, играет плохо, я его не пишу. Рима с Юрой ушли, минус 15 тысяч. Народу мало. Да и те, что остались, просто зашли пообщаться. Ведь, по их словам, заведение вовсе не игровой салон, а клуб по интересам. Сегодня, несмотря на полный час, чайпитие. Я со своей девушкой пришел попить чаю в кафе. Активистам молодой гвардии этот чайный клуб уже знаком. Заведение закрывали пять раз. К шестому визиту хозяева салона подготовились основательно. В помещении теперь ни дверей, ни окон. Смотрите как. Металлическими листами общились, чтобы чай попить в темной комнате. Здесь все для удобства клиента. Если денег на чай не хватает, можно взять в кредит в соседнем банке. Администрация заботливо разместила указатель. Горой за клиента и в этом игорном заведении. Под ключащей вывеской работают такие же яркие личности. Через несколько минут на подмогу им стекаются местные игроманы. Подоспели и полицейские. Через 40 минут. К хамству и угрозам активисты уже привыкли. Только в прошлом году закрыли более 300 таких игорных салонов. Меньше их не становится, но прогресс все-таки есть. Раньше они работали в наглую, достаточно открытые. Сейчас это все-таки более закрытый режим. Только для своих по смс-рассылке, по сообщениям очень серьезно прячутся. Поэтому удалось сдвинуть с места, но все равно проблема остается. Оформление протокола и штраф в несколько тысяч рублей. Все, что грозит организаторам игорных залов. И то при условии, что владельцев автоматов установят. А сегодня все ставки в этом салоне сделаны. Однако никто не дает гарантии, что завтра кто-нибудь не придет вновь попытать удачу. Матвей Шестаков, Юрий Филимонов, ТВ-центр.